мысль и эмоция катализатор любовных отношений той самой химии который вы говорите любовь мы знаем что это реакция организма это не реакция мозга это именно организм и реакция любовь поддается кризису но на мою любовь на свой кризис не влияет на мои отношения финансовый кризис не влияет для нас кризис не существует потому что мы влюбленная пара нет но заметь заметьте была одна очень прекрасная респондентка пожилая которая все-таки сказала что именно на почве вот заработка на почве этого финансового благополучия очень часто случаются ссоры подарки меньше могут подарить цветов меньше иногда бывает ссоримся на этой почве я вот хочу добавить от себя что в браке по любви все-таки не по расчету здесь самое главное наверное в этих отношениях любовь это ключевое слово в тех отношениях нет любви если есть любовь в принципе и с деньгами можно договориться и со своим так сказать партнера можно договориться да все решаемо здесь нет любви поэтому все кроется именно в любви в любовных опять таки вернемся к мудрости женщины которые выстраивают отношения с мужчиной она должна их выстраивать настроить этого домашнего чага и домашних отношений мне нравится эта точка зрения спасибо но суть в том что здесь где-то недоробно мужчина понятно он иногда лежит на диване за павлинил лёд на диване это уже не понятно но я думаю он недалек да согласна он не настолько мудр как женщина где же нам всем российским мужчинам взять только мудрых женщин алексей воспитывать так вот я не посмотрите посмотрите я до сих пор ищу так значит мужчина воспитывает женщину или все-таки женщина мужчина скажем так он будет по мельчайшим каким-то даже в реакции на свои какие-то слова реакция женщины поведение дрови она будет понимать понравилось это или не понравилось он будет реагировать он будет знать как и что надо сделать чтобы эта женщина хорошо хорошо но все-таки в стране кризис ссоры в любом случае возникают на этой почве и что мы можем сейчас посоветовать нашим перед этим что мы можем им дать такого чтобы они так сказать взбодрили и возвысили свои любовные отношения артур я бы вас перефразировал какими методами они могут например вместо того чтобы расходиться в своих взглядах на жизнь объединить свои взбодрить свои отношения найти понимание себя сегодняшнего между собой опять-таки понимание своих детей для этого нужны какие-то встряски по ходу в кино я соглашусь с вами она не дает только информативную какую-то часть плюс попкорный ну как вариант алексей алексей у меня есть очень хорошая мысль секс в общественном месте эмоциональный фон разряд мне кажется что ты переходишь опять в другую тему все наши передачи мы это обязательно обсудим хорошо но не на улице дома хардкор конкретная жизнь я хочу отметить сейчас один момент можно найти здесь плюсы в плане того что говоришь секс то есть у людей стало больше времени не так загружены на работе у них появляется больше времени для личных отношений соответственно для качественного секса а не секса женщина уже не говорит ой болит голова ой я устала милой а самое важное надо не совсем много денег для того чтобы твой мужчина был просто секс омарат знаете потому что кормить можно всего лишь кашей манная каша стоит недорого овсяная каша секс даст определенную стряску даже если или женщина или мужчина нашел какие-то новые формы предложил партнеру и она осуществилась коротко это не дает понимания человека на данный этап и его развитие отношений вот хотелось бы найти какие-то новые формы где какая-то встряска какой-то такой вот новые эмоции новые эмоции вместе команды образования не знаю как это назвать вот кстати на эту тему у меня для вас есть очень хорошая альтернатива и сюрприз ну что ж я всегда готов джон друзья мои к нам присоединился гость анатолий хасаншин организатор квестов реальности псевдологика анатолий вот настоящий бум начался относительно в новой отрасли развлекательной индустрии это квесты расскажите пожалуйста более подробнее что такое квест квеста в реальности в общем понятии это имитация определенных событий где вам необходимо достичь цели квесты в реальность псевдологика новый формат развлечений для друзей и всей семьи мечтали поучаствовать форт боярде тогда вам сюда вас закрывают в тематической комнате и игра началась задача одна используя окружающие вас предметы и логику вам необходимо выполнить задание и успеть выбраться за 60 минут квест-руме псевдологика вас ждет полное погружение в события нестандартные электронные замки эффекты и неожиданные повороты испытай себя подробности на сайте в группе вконтакте либо по телефону 266 96 53 это конечно очень интересно тем более сейчас когда в нашей программе затронута тема любовных отношений и кризиса как вы думаете анатолий это развлечения может как-то повлиять на любовные отношения на выход из из каких-то слов да и к вам приходят пары да конечно к нам приходит пара и причем зачастую это бывает сюрпризом для одного из партнеров то есть он не знает куда он попадет и что с ним произойдет и квеста так называются квеста в реальности то есть вы полностью погружаетесь в абсолютно другую атмосферу в которой вам либо никогда не придется в жизни оказаться либо не хотелось бы возможно оказаться то есть это новые эмоции да это новые впечатления между мужчиной и женщиной да это абсолютно новые эмоции и любым отношением возможно застоявшись нужна какая-то встряска и это именно это и есть такая встряска более того я хочу всем вам сказать что в народе бытует такое мнение что если хочешь проверить свои любовные отношения с девушкой поклеим с ней в квартире обои и все сразу станет ясно если вы удачно с ней поклейте все будет хорошо одна из тем квеста капитальный ремонт закрывают на 60 минут поэтому зачем делать ремонт и клеить обои все на квесты там вас будут закрывать делать с вами не что пара только может проходить вот ваши игры квеста или то есть там какое-то определенное количество людей наши квесты могут проходить одновременно от двух до четырех человек то есть не более не более четырех поэтому екатерина мы хоть и с тобой еще не пара но я тебя друзья мои приглашаю на квест будем грабить банк дорогая и тогда я сразу пойму будем мы с тобой клеить обои будем мы с тобой грабить банк или не будем точно руководствуясь моим жизненным опытом я могу сказать что собственно с нашими женщинами каждый день квест особенно закрытым может быть кухонным или квартирном пространстве вот хотелось спросить как прохождение квеста влияет на разные категории возрастные я не думаю что результат прохождения квеста как-то зависит от пола и в то же время от возраста наши квесты самостоятельно могут проходить дети от 14 лет самый младший участник проходил квест с родителями в возрасте 3 года а самому старшему участнику было 70 лет и я думаю это далеко не предел а трехлетним как какая скажем так был ли он полезен в команде или было бы было ли пользу для него от квеста вы знаете он был полезен в команде то есть я не скажу что он выполнил там ключевую роль конечно но был один элемент на котором родители застряли а этот маленький мальчик он его нашел и вот это помог пройти дальше то есть вы хотите сказать анатолий что наша прекрасная екатерина будучи прекрасной такой блондинкой придет и сможет легко пройти квест нет вы стёпу же достал это гуля вырежет понимаешь нет гуля это ставит здесь можно сказать то что квест это командная игра которая сплачивает людей которые и цвет волос не влияет я могу рассказать историю как нам пришли 3 блондинки и прошли они а содержание такое удивление почему-то на блондинке прошли нет содержание квеста больше интересует что они прошли ограбление банка вот друзья мои мы первые поможем вам мужчинам выйти из кризиса вообще вот когда люди играют в это же командная игра реально понимаю бывает такое что на игре происходят ссоры конфликты да это происходит достаточно часто даже часто как только квест заканчивается как только цель достигнута этого как будто не было то есть выходят абсолютно другие люди они в эйфории они обнимаются радуются то есть ссоры ты как таковой не было возможно на психологическом особенно как у вас я знаю я знаю нет я знаю не давайте послушаем меня вот не давай выделить деньги сразу или сначала не ограбили банка уже начали нет почему ты это не сделал почему-то это не нашел ты же сказал что сделал ты же сказал что там ничего нет вот как всегда в любом в любовных отношениях виновата я на начинается все на мужчин ты сделал не так ты позвали свои победа победила женщин конечно всегда это закон я так понимаю что квест это не совсем как бы дорогого удовольствия до прохождение нашего квеста стоит от полутора тысяч рублей за всю команду независимо от количества участников поэтому вполне доступно то есть это можно скинуться так скажем компашкой как на улице прогуляться в семье практически ни о чем у нас есть специальный сценарий для детей до 14 лет с аниматором выходные дни по предварительной записи а то есть из квест до 14 лет да но это такие так скажем особые условия цена там такая же абсолютно но единственно работает только выходные дни и только по предварительной записи то ли они сидят и в наушниках слышат друг друга в разных частях города играют команды в какой-то виртуальном пространстве а здесь они друг друга чувствуют и понимают с полусловом уже в экстремальной ситуации то есть получается тренинг команды образования да к нам часто обращаются небольшие компании для проведения корпоративов и тимбилдинга потому что квест это невозможно пройти одному человеку это командная команда мозговой штурм да да это в том числе мозговой штурм где каждый может нести свою долю и тем самым повысить сплоченность коллектива провожу аналогию с некогда популярнейшей передачей по российскому телевидению форт-поярт они тараканов жевали у вас уже у вас тараканов жир нет тараканов называть крокодил не обязательно крокодилы живых тоже нет но слава богу это все это радует не до всех китайские но в наших квестах может быть достаточно страшно потому что ой раз кич квест 1408 мы наполнили эффектами и зачастую в основном девушки боятся зайти там определенные комнаты что там такого страшного чего не боятся там неизвестность как хорошо тела бы не неизвестность я хочу банк я хочу деньги я хочу ограбить я хочу отношений а я хочу хочу все давайте пожелаем анатолию удачи и процветания его бизнеса чтобы ваши комнаты преувеличивались там интересных писались интересные сценарии чтобы вы радовали новыми эмоциями впечатлениями людей большое спасибо ждем вас всех в наших комнатах уже работы что же мы не будем останавливаться на достигнутом уже в мае у нас откроется новая комната психиатрическая клиника другая тема для нашей программы и обсудим и пригласим как раз так же на следующей неделе произойдет открытие нашего квест-рума сочи на нас откроет сначала одна потом дальнейшем еще и под районы надо посетить ну что ж спасибо анатолий еще раз всего доброго ждем вас и соответственно не не при меньшим образом уже в следующем выходные мы будем у вас всей нашей дружной вот телевизионной компании я хотел сказать о другом чтобы взбодрить свои семейные отношения недавно пригласил жену на свидание и вы не поверите куда в кино интересно премьерный показ на фильме золото